Виктор Беленко 6 сентября 1976 года. Остров Хоккайдо. Самолеты японских ПВО подняты по тревоге. Обнаружен неизвестный объект. Перехватчикам удается отследить его. Он тут же исчезает. Через несколько минут, едва не столкнувшись с отъезжающим Боингом, таинственный истребитель садится в гражданском аэропорту. Владимир Сопряков, тогда заместитель резидента КГБ в Японии, узнал о приземлении советского военного самолета по радио. Это стало для разведчика полной неожиданностью. Это было раннее утро. Очередная встряска. Конечно, предвидели хороший вариант, что что-то с техникой, и он сел не по собственной инициативе. А жизнь заставила, вспоминает Сопряков. События того дня развиваются в духе американского боевика. Летчик выходит из самолета, стреляет в воздух и требует спрятать самолет. Аэропорт закрывают для полетов на несколько часов. Японцы в растерянности. Они между двух огней. Советский перебежчик Виктор Беленко запросил политического убежища в США. А СССР требует немедленно вернуть летчика и самолет. Международный скандал набирает силу. Советская резидентура на постоянной связи с Москвой. Андропов очень жестко контролировал. Давили сильно японцев. Обстановка сильно накалялась, говорит Владимир Сопряков. В отделе кризисных ситуаций в Вашингтоне до того дня записи дежурных редко занимали полстраницы. В этот раз за смену написано 4. Американцам неслыханно повезло заполучить такую машину плюс действующего военного пилота своего противника. Но смогут ли они удержать преимущество? Японские истребители 143 раза поднимаются в воздух на перехват советских самолетов, которые кружат вблизи острова. Кажется, в любую минуту те атакуют и уничтожат угнанный истребитель. Я считаю, что самолет можно было уничтожить. Японцы опасались подходить к нему, поэтому где-то в течение 2-3 часов, даже суток, время для этого было. Но никто не решался на это. Применение оружия на чужой территории слишком скандально, утверждается Приков. Москва. Конструкторское бюро имени Микояна. Именно здесь создаются и тестируются боевые самолеты. Тут появился и МиГ-25, самолет-невидимка, который мечтали заполучить разведки всего мира, а украл советский летчик. Они пытались превратить неудачу с угоном в победу. Самолет был уникальной конструкции. Такой до этого не было вообще в Советском Союзе. Испытания длились долго, но полученные результаты позволили сделать уникальный самолет, рассказывает начальник отдела опытно-конструкторского бюро имени Микояна Марк Равинский. Этот истребитель появился за 10 лет до угона. Его демонстрация на авиапараде в Домодедово вызвала фурор. Журналисты, представители аэрокосмических фирм, сенаторы США заговорили о суперсамолете, который несет величайшую угрозу американскому господству в воздухе в любом конфликте. С тех пор началась охота на призрака. «Уже было ядерное оружие вовсю. Разворачивалась холодная война. И мы должны были защищаться от бомбардировщиков, которые несли эти бомбы. Появились сверхзвуковые бомбардировщики», — говорит член научно-технического комитета ВВС СССР в 1974-1978 годах Анатолий Клягин. Летчик Игорь Волк до сих пор помнит, как впервые сел за штурвал этого фантома, скорость которого в три раза превышала скорость звука. «Само по себе, когда ты летишь быстрее всех, это греет, и рекорд высоты на нем порядка 38 километров», — рассказывает Игорь Волк. Спустя пять дней после побега Беленко на аэродроме Соколовка, откуда он взлетел, появляются люди в черном. Они изымают все документы шпиона и начинают допрашивать его сослуживцев. Начинается крупномасштабное расследование, и если контрразведчиков интересует, когда и как он сделал, то семью и коллег волнуют почему. Военный обозреватель Виктор Баранец уже 20 лет пытается найти ответ на этот вопрос. Эта история случилась, когда он учился в академии. Ему было известно только то, что сообщили в прессе. Вот что ему удалось узнать о Беленко за последние годы. Сумасшедшая амбициозность и вечное чувство, что его недооценивают. Это у него на определенном этапе переросло в некую паранойю самолюбия. Он просто болел тем, что не весь в орденах, что он не обвешан большими звездами, что его не публикуют на первых страницах красной звезды, что он не висит на досках почета, утверждает Баранец. Когда возник у него план побега, как его завербовали, слухов появляется немало. Особенно популярна версия, что на него вышли в одном из ресторанов на Черноморском побережье, где он отдыхал. Проверка спецслужб этого не подтвердила, но сослуживцы вспоминают немало странностей в его поведении. Беленко предпочитал проводить отпуск в маленьких северных городках, при этом никогда не рассказывал, как отдохнул. Он настойчиво учил английский, хотя общаться ему было не с кем, кроме местного учителя. Рвался в эскадриле истребителей, при том, что его сразу предупредили, повышение не получит, слишком поздно по возрасту. Ему было 29, от полетов тоже вскоре был отстранен, но он не отступал. Американцы с ним встречались, как мы потом все же выяснили, с ним встречались во Владивостоке. Рассказали про эту базу американскую, куда нужно было посадить самолет, а он плюхнул на Хоккайдо. Боялся, что его могут сбить, Владимир Сопряков. После побега Беленко все заграничные самолеты заправляют только на одно задание, чтобы им не хватило топлива пересечь океан или добраться до военной базы США в Японии. Беленко приземляется на ближнем аэропорту только потому, что замечает приближение перехватчиков. Времени на опознавание нет, это могут встречать американцы, а могут догнать свои. Почему все-таки беглеца пропустили советские ПВО? Вадим Лукашевич, бывший инженер КБ имени Сухого, считает, что дело здесь не только в летном мастерстве. Беленко служил в Приморском крае, в войсках ПВО. Они интересны тем, что они находятся всегда, а тем более в то время, в постоянной боевой готовности. Тем более, что на Дальнем Востоке всегда на боевом дежурстве стояло два перехватчика, у которых стояла задача быть через 10 минут после получения сигнала на взлет в районе Японии. Поэтому переходить его можно было, но этот цейтнот не позволил принять решение, что он улетает. Что это прилет к врагу, утверждает Лукашевич. Самолет Беленко пропадает из звена истребителей во время учебной тренировки. Он вдруг набирает высоту и начинает пикировать в море. В первые минуты все начинают думать, что в МИГе неисправность. Пилот и машина погибли, на радаре ничего нет. Переходил государственные границы над Японским морем на небольшой высоте, буквально до десятка метров, что затрудняло его обнаружение. Если он шел на сверхзвуковой скорости на небольшой высоте, то возникала шумовая деятельность, которая маскировала его полет, считает Вадим Лукашевич. Когда Беленко объявляется в Японии, советские спецслужбы пытаются добраться до него. Аэропорт окружен, встреча получается странной. Нам нужно было встретиться с самим летчиком, хотя бы увидеть его живым и убедиться, что он сам этого хочет. Что это не случайность, и американцы с японцами его обрабатывают. Долго его ждали, потом привели под руки. Было впечатление, что он пьян или под психотропными препаратами. Единственное, что он сказал, что не хочет говорить. На этом встреча прервалась. И больше мы его не видели, рассказывает Владимир Сопряков. Самолет отстоять удается. Правда, к тому времени, как он оказался у советской делегации, американцы его разобрали до винтика. Пока шли международные переговоры, США воспользовались моментом и доставили МиГ в контейнерах на свою авиабазу в сопровождении 14 истребителей. Льва Шенгилаю, одного из главных разработчиков МиГа-25, спустя месяц после угона отправили в Японию на расследование. Советский Союз надеялся вернуть истребитель. И нужно было понять, что успели американцы, и потребовать возмещение ущерба. Первое время представители СССР недооценивали. Их внешний вид вызывал недоумение. Военные не имеют много обмунирования гражданского значения, поэтому есть 10-е управление по генеральному штабу, где есть все, что хочешь. Вот мы выбрали себе одинаковые галстуки, одинаковые костюмы, одинаковые шляпы. Вкусы у нас совпали. Вот в таком виде мы и приступили к работе, рассказывает Лев Шенгилая. По договору сторон СССР дают сутки на разбор контейнеров. По истечении срока нужно представить Японии свои претензии, иначе никакой компенсации. Расчет на то, что советская делегация из трех человек, двое летчиков и конструктор просто не успеют даже распаковать ящики, не то что оценить масштабы бедствия за это время. Ломами наши ребята под видом моряков, на самом деле это были лучшие технари, которые обслуживали этот прекрасный самолет, сломали за 40 минут весь деревянный хлам и стали показывать, что где они натворили. Они видели каждый винтик, пытались запустить двигатель, проверить штурвал, что внутри, снять много проб, вспоминает Шенгилая. Ущерб составил 2 миллиарда рублей. По возвращении Шенгилая приступает к срочной модернизации Мига, а американская пресса в это время высмеивает советские истребители. Критика была в адрес того, что у нас слабо развита радиоэлектронная промышленность, что пользуемся старыми лампами, как будто каменный век. Но сейчас они познали, что наша аппаратура, в отличие от их, не выходит из строя, объясняет Лев Шенгилая. Как сложилась судьба самого шпиона Беленко в Америке, много лет скрывалось. Если его торжественное появление в Японии видели все, то случившееся с ним потом обросло слухами. КГБ о его местонахождении было известно, но приказ уничтожить центр не давал. Новый конфликт из-за предателя не нужен был никому, но Беленко всю жизнь жил в страхе и боялся мести. Когда я был в Америке, один наш разведчик, теперь уже можно рассказать, поведал мне такую историю. Однажды Беленко летел через один из американских аэропортов, где установлены горизонтальные эскалаторные линии, которые скользят вдоль зала. И один из наших разведчиков, которого, видимо, он узнал, потому что тот раньше служил в ВВС, ехал на этой эскалаторной ленте навстречу Беленко. Он приподнял черные очки и пристально посмотрел на Беленко. Тот выронил чемодан и выскочил с эскалатора. Убежал с бешеной скоростью в туалет и стал орать звать полицию, вспоминает Виктор Баранец. Случится это уже в начале нулевых, однако еще в 83-м году в советской прессе печатают маленькую сухую заметку, что Беленко погиб в авиакатастрофе в США. Так власти ставят точку в этой истории, а шпион в это время покупает дом, женится, преподает в Академии ВВС в Колорадо. Там его считают диссидентом, здесь предателем. Минимум год всех его сослуживцев, как положено, терзала контрразведка всех уровней. Структура Попылинки собирала малейшие данные о нем. Задавали вопросы, кто его продвигал, кто ему писал положительные характеристики. Добрая дюжина офицеров вылетела из своих кресел, как пробка из шампанского, утверждает Баранец. Обнаружилась интересная деталь. Когда Беленко переводят на Дальний Восток, гарнизон по спецканалу получает телеграмму. Такие назначения считаются обычным делом, никаких подозрений на это не вызывает. Только позже выяснится, что здесь не все чисто. Обычно переводы летчиков санкционируют из столицы, и поэтому на телеграммах всегда стоит условный код Москвы. На этот раз он тоже есть, но документ отправлен не из главка, а из Тавропольского военно-авиационного училища, прежнего места службы Беленко. То есть кто-то пошел на риск и фальсифицировал код. Что бы мы ни говорили о Беленко, этот человек тайна. В историю он вляпался, а не вошел. Мы его вспоминаем как мерзкую личность, как пример того, как можно нагадить на отечество, на армию, на сослуживцев, считает Владимир Баранец. Армия, точнее авиация и ПВО понесли большие потери. Пропал боевой самолет и военный летчик. То есть не только машина, но и инструкция к ней. Враг или потенциальный противник получил в руки нашу систему опознавания свой-чужой. Все наши самолеты, военные и гражданские, имеют эту систему. Она работает автоматически, независимо от летчика. Земле подается некий запрос, сигнал, и бортовой ответчик автоматически дает ответ, что я такой-то, бортовой номер такой-то. Более того, он военный летчик, он знает систему нашей ПВО, как она строится, какие пароли, говорит Владимир Лукашевич. Сейчас, спустя более 40 лет, после побега Беленко, материал о нем ФСБ до сих пор не рассекретило. Такие обстоятельства могут означать только одно. Дело об угоне МиГ-25 все еще не закрыто. Беленко всплыл в СМИ лишь в сентябре 83-го года, когда советский истребитель сбил нарушивший воздушное пространство СССР Южнокорейский Боинг. Именно Беленко помогал американцам расшифровывать радиоперехват переговоров нашего пилота с Землей. Потом он консультировал писателя Тома Кленси, когда тот создавал один из громких блокбастеров «Холодная война. Погоня за Красным Октябрем». Дело Беленко до сих пор засекречено. Новые подробности, которые появляются время от времени, только добавляют беглецу таинственности. Правильно ли поступил советский летчик Виктор Беленко тогда, 42 года назад? Что послужило такому развитию событий с ним, на ваш взгляд, пишите в комментариях. А с вами была «Военная техника-2». Всего вам доброго. Увидимся в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok